Не поздно отказаться. Тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня суббота, 30 сентября, и мы продолжаем наши истории про мозг. Сегодняшняя тема наша будет очень специфична и весьма интересна. Она будет называться «Височная область». Дело в том, что эта тема, как всегда, привлекает огромное количество дилетантов, то есть людей, которые бесконечно далеки от изучения мозга, от проблем, связанных с изучением мозга. Но в то же время, все время пытаются каким-то образом приобщиться к этим тематикам. Почему? Потому что височная область связана с такой важнейшей функцией, как слух. И здесь мы попадаем в очень интересную, в очень такую своеобразную область неврологии, как слуховое восприятие. Дело в том, что, к сожалению, слуховая система человека состоит как бы из двух частей. С одной, она представляет собой первичное слуховое поле, спрятанное в глубине мозга. А с другой стороны, она представляет собой огромную систему управления горлом, гортанью, то есть зону брака. О зоне брака мы чуть-чуть говорили, и это действительно интересная тематика, но сегодня наступил, конец, момент, когда мы рассмотрим и височную область, то есть зону верники. И это крайне интересная тема, потому что если бы была бы одна речевая область, одна речевая зона, то мы бы, конечно, ограничились минимальными усилиями. Но сегодня мы касаемся восприятия, то есть как звуковые сигналы до нас доходят, как они попадают в мозг и что с ними происходит. Но прежде чем перейти, собственно говоря, к теме, мы остановимся о самой области и месте. Но височная доля, это понятно, находится там, где у нас располагаются височные кости, за ними мозг. Там располагается большая область, очень крупная, она состоит из трех больших борозд и трех извилин. И вот верхней из них, верхней извилинной височной области, и располагается знаменитая зона верники. То есть та самая, которую долгое время считали чуть не первичной слуховой. Это не так, потому что все эти данные были получены на травме, то есть у людей, у которых был травмированный головной мозг, и проблемы были очень большие. А на самом деле это не первичное слуховое поле, а первичная слуховая часть скрыта очень глубоко внутри. То есть за губой верхней височной извилины находится такая огромная область, о которой мы будем с вами рассказывать, достаточно тайная и секретная, называется островок или инсула. И вот над ней этой самой инсулы располагается два специфических поля в извилине Гершле, поле 41 и поле 42. А вот они являются первичными слуховыми. И два слова о них сказать необходимо, прежде чем перейдем к той самой злополучной зоне верники. Дело в том, что у нас существует так называемое тонотопическое восприятие. То есть у нас целый комплекс ядер и центров мозга, начиная с внутреннего уха, которая тянется, передает сигналы вверх в мозг, в кору, имеет очень длинную неврологическую историю, длинный неврологический путь. Туда входит, только перечислю для ужаса слушателей, что туда входит. Туда входит верхняя и нижняя кохлеарная ядра, значит там нижняя олива там у нас происходит. Туда попадает ядра латеральной петли, три ядра. Одно предназначено для высоких частот, другое для низких, третье для средних. Там высокочастотное у людей исчезает в процессе созревания. Ну, об этом мы будем говорить на специальной передаче, посвященной слуховой системе человека. Том поднимается вверх, это всё. Часть волокон приходит в заднюю крышу среднего мозга и образует задние бугорки. Так называемые задние бугорки среднего мозга. А часть приходит в медиальное коленчатое тело, то есть в триарную структуру, то есть в дополнительную структуру таламуса, возникшая для того, чтобы переключать волокон и слуховой систему уже в мозг. И только оттуда, вот в эту самую визивильную гершель. Весь этот ужас о рассказывании не для того, чтобы заморочить вам голову или выпендриться самому, а для того, чтобы вы представляли, насколько сложный слуховой путь у нас. И вот эти все ядра, они на самом деле отражают те или иные эволюционные события в биологии, в позвоночных и в эволюции, в том числе и человека. И только потом попадает вот в это первичное слуховое поле, располагающееся в изивильной гершель, 41-42 поля неокортекса. И там каждый звук, каждая частота представлены определенной тоненькой точной полосочкой, то есть группой клеток, которые, если я не даю бог, подвергнутся каким-то патологическим изменениям, ну, например, малюсенькое кровозеление, мизерное, и блестящий композитор утрачивает целый кусок из музыкального восприятия, то есть у него упадают там средние частоты, например, или наоборот высокие. То есть существует тонотопическое представительство, и это очень важно, поскольку каждый участок мозга, небольшая, как бы, как колбаса такая, в этом поле 41-42, они связаны с конкретными частотами. И любое кровозеление, раньше опытный невролог, вот мой шеф Зворыкин, легко определял с точностью там до миллиметра примерно масштабы потравы, если у человека после анализа слуховых сигналов и его восприятия оказывалось, что что-то выпадает. То есть это очень хороший диагностический способ, но сейчас он заменяется безграмотными неврологами, но совершенными томографами разного типа. Так вот, что же такое, собственно, зона Верники? Зона Верники – это не первичное слуховое поле, а вторичное. То есть оно лежит как раз уже не в глубине островка, а снаружи выходит на височную долю. И здесь мы начинаем сталкиваться с всякими парадоксами. Значит, границы этих полей хорошо известны. Это 22-е поле и 21-е, плюс переходное поле 21-е и 38-е. Кто читал мои книжки, все это может посмотреть, легко проверить. В этих полях уже идет вторичная обработка сигналов. И кажется, все понятно, что чем сложнее звуки, особенно их уже у человека речевое содержание, то тем должно быть сложнее поля. И действительно, если мы посмотрим на первичные слуховые поля, здесь вроде бы как бы все получается именно так, как должно быть написано и в теории. Значит, у низших обезьян то же самое, 41-е поле составляет 2%, у антропоморфных, то есть это шимпанзе, горилла, рангутан 4%, а у человека, какая красота, 10%. То есть первичные слуховые поля, поля, они действительно больше, но имеется в виду не в относительной, не абсолютной величины, а относительно всей височной доли. То же самое с 42-м полем. У низших 7%, у высших обезьян 11%, а у человека 16%. Ну, красотища страшная. То есть все понятно. Вот, оказывается, первичное слуховое поле, вот мы такие слухливые, вот у нас речь сложная, и давайте, значит, начинать все эти антропологические танцы о том, что с развитием тем речи, у нас все и хорошо. А дальше начинается парадокс, и тихий ужас. Почему? Потому что это все не совсем так. Это первичное слуховое поле, куда приходят просто сигналы. А дальше-то их обработка, и вот зона-то верники, тут нам подкладывает большую, такую, и жирную свинью. Эта жирная свинья является очередным парадоксом мозга, о которых я иногда пишу в своих книгах, иногда, когда они такие специальные, как в данном случае, проречевые поля, я умалчиваю, стыдливо, но, тем не менее, они есть, и в некоторых моих изданиях, посвященных эволюции мозга человека, они есть. Парадокс зоны верники совсем не в том, в чем кажется, что кажется уж ассативная зона-то, она ж не первичная, она еще важнее при распознавании слов, особенно письменной речи и прочее, прочее. А нет. Смотрим относительно височной области размеры этой самой зоны верники, и выясняется, что у игрунки это такая маленькая лисенцефальная обезьянка, то есть мозг гладок, как колено, и к нам почти не имеет никакого отношения, очень примитивная, очень архаичная обезьянка, уж никак нельзя заподозрить ее в словоблудии, особенно сложном, так у нее 57% от височной доли занимает эта самая зона верники. У гориллы шимпанзе поменьше почему-то, хотя они там до 30 сигналов передают, языком глухонемых владеют, у них 45%, а у человека, значит, этого царя зверей известного болтуна, чем, собственно говоря, я сейчас на радио занимаюсь, оказывается, что слуховая зона, вторичная слуховая зона верники занимает всего 38% височной доли. То есть, в ряду приматов, получается, чем более высокий уровень занимает примат в эволюции, тем меньше вторичное слуховое поле, где происходят те самые сигналы, обработка сигналов, их понимания, которые вам пытаются с помощью беспроводной связи передать. Вот в этом весь анекдот. То есть, получается, вот эта замечательная конструкция, которую так любят пообсуждать антропологи, эволюционисты от антропологии, ну, в смысле такой примитивной измерения, где рулетка, линейка, все происходит, это здесь заканчивается. Почему? Потому что явное противоречие, чем сложнее слуховая функция и, самое главное, центры ассоциативного анализа этой самой слуховой функции, тем меньше поле. Замечательно. То есть, получается так, что вроде бы и причин говорить о том, что наша слуховая система усложнилась в связи с таким невиданным делом, как сложная речь, нельзя. То есть, вот такая смешная ситуация. Парадокс. От этого парадокса давайте шагнем к разрешению возникшей неприятной проблемы, довольно позорной для человечества, но тем не менее, что есть, то есть. Значит, раз уж у нас зона верники, выясняется, что у человека самая маленькая в ряду приматов, то уже надо что-то делать. И в свое время я занимался этой проблемой, поскольку как раз мой шеф Зворыкин, он долгое время занимался слуховой системой, и мне пришлось уже после его ухода довольно много времени потратить на изучение механизмов возникновения как раз ассоциативных зон речевых, а вот конкретно зоны верники. В чем же дело? Раз у нас вестибулярная система уменьшается в ряду приматов, то есть, вроде бы мы стали бипедальными, стали ходить по земле, мы же не скачем по веткам с ловкостью бабуина, нет, не получается, и уж тем более какие-нибудь такие из семейства привидений можно было заподозрить, что корковый центр зоны верники слуховой может быть связан с вестибулярным. Действительно, если рассмотреть локализацию этих двух центров, то выяснится, что у нас зона верники, то есть, височная часть, верхняя и средняя височные извилины, они на самом деле работают и как слуховая система обработки сигналов, и как древняя вестибулярная система. То есть, получается так, что ассоциативные центры восприятия речи, они возникли и сложились на основании древнейшей вестибулярной системы. А вот с ней все хорошо, особенно у примитивных обезьян, им же надо скакать по веткам, там риск большой, промахнулся, и потомков не будет. То есть, в этом случае есть действительно серьезный повод для отбора, в том числе естественного, для того, чтобы разобраться с этой самой совершенствованием вестибулярной системы. И тогда все объясняется, приматы, сидевшие на деревьях, которые там скакали по ним, лазили и прочее, и прочее, были вынуждены обладать такой областью, и те, кто не обладал, те, кто, как я говорил, пикировал вниз с деревьев, это обычно кончалось или в когтях хищник, или просто сломанной шеей. Поэтому повод для совершенствования такой системы был. А вот на его базе в связи с переходом к наземному образу жизни, то, что стали бипедальными, у нас будет отдельная передача когда-нибудь об этом, наши предки, возникла, собственно говоря, знаменитая система, система замещения. То есть, ну, что это такое замещение? Ну, например, у дельфинов нету обоняния. У тех, у которых, у афалин, тех же самых. У них почему? Там же дуделка в носу, которая издает высокочастотный сигнал, разрушает обонятельные клетки. Ну, нет, обоняния нет. Ну, и что? А в мозге, зато все центры обоняния существуют, и известны уже там столетия. И они отлично работают, изменив свои функции. То есть, в мозге морфологически ничего не исчезает, как правило, это очень консервативный орган. А с другой стороны, раз не работает основной там анализатор, для чего эта система создавалась, то он переключается, используется мозгом нейроны для других целей. Собственно говоря, то же самое произошло и у наших далеких предков. То есть, они приобрели развитую, сложнейшую систему вестибулярного аппарата управления, причем коркового, осмысленного. Ну, степень осмысленности можете посмотреть, когда какая-нибудь обезьяна в каком-нибудь замечательном центре Юго-Восточной Азии или Африки там стащила бутерброд, и как она отлично на двух ногах с этими бутербродами прижатыми груди, драпает от обобранного автомобиля или простодушных туристов. Все у них чудесно, и с координацией, с вестибулярным аппаратом, и когда они в воду лазят, все хорошо. То есть, по сути дела, мы имеем с вами доказательства довольно подробные, и они подтверждены цитрофетоническими исследованиями, а не лингвистическими ужимками-прыжками, как те же самые марши-мар-артышки. То, что, например, у высших приматов шампанзе-арангутана и гориллы, те же самые поля, 22-е, 21-е, переходные, 21-е, 38-е, они имеют такую же цитоархитектонику, то есть, строение, как и у человека, ничем не отличаются. Ну, в разговорчивости обезьян никто не подозревает, психологи тут же начнут говорить про голосовые связки, еще что-нибудь. Но в коре все в порядке. Это значит только одно, то, что этот центр возник не в связи с речевой функцией, а в связи с вестибулярным, сложным вестибулярным аппаратом. И так и совершенствовался. То есть, первичная зона верники, вся область вокруг нее, это ассоциативный вестибулярно-аналитический аппарат. Он, кстати, даже у низших обезьян прекрасно стратифицирован, то есть, имеет слоистость, очень сложную, похожую на высших приматов, и, судя по всему, вот по моим, так сказать, соображениям, может быть, не всегда верным, вся эта история затеялась около 30 миллионов лет назад. Ну вот, и на это указывают и некоторые формы патологии. Ну, приведу такой пример. Значит, если как следует удариться височной областью, как раз в зоне поля верники, то глухота не наступает, потому что у мозга вообще-то два полушария. И корковое новообразование, как правило, компенсируется. То есть, человек может получить корковую глухоту, то есть, за счет коры мозга, височной, как раз, верхней височной, извилины, только в том случае, если повреждение произойдет с обоих сторон, и справа и лево, то есть, сначала хук справа, потом хук слева, иначе глухоты корковой никогда не возникнет. Это говорит о том, что, ну, во-первых, это большой привет любителям псевдопсихологии, что корковое представительство не асимметрично, мозг человеческий не асимметричен, асимметричен, я вас поздравляю, и функции распределяются между полушариями довольно равномерно. Вопрос с их использованием, но повреждения коры показывают, что только при двухсторонней травме возникает потеря реальной коркового восприятия слуховых сигналов, имеется в виду, причем не первичных, а ассативного понимания. Ну, и сюда же прикладывается и так называемое 37-ое поле АБ, потому что это центр вестибулярного баланса. Кстати говоря, если такие повреждения происходят, особенно с обоих сторон мозга, такое очень редко, но бывает. Однажды я сталкивался, кстати, с таким случаем, когда неудачный специалист по спецоперациям застрелился, но так застрелился, здорово, что не на смерть, в общем, что как раз были повреждены оба поля, но было занятно, что вестибулярный центр пострадал вместе с речевыми зонами, то есть зонами осмысленного восприятия слов. То есть, таким образом, если не просто травмы рассматривать, но и стимуляцию, такие опыты были, и смелые неврологи 50-х годов баловались этим делом, вот они вводили просто электроды и стимулировали, причем так прилично, током эти самые области, получалось так, что действительно вестибулярный аппарат работает более-менее единым образом, то есть, сочетанные всегда при избыткочной стимуляции, сочетанные события, связанные как с пониманием речи, так и с вестибулярным аппаратом, ориентацией тела в пространстве и прочие всякие фокусы. То есть, иначе говоря, это поле двойного назначения, которое не столько было речевым, сколько вестибулярным. И у человека, значит, соответственно, она превратилась в систему обслуживания первичных звуковых сигналов. То есть, вслед за 41-м и 42-м полем в извилине Гершли, которые воспринимают первичные сигналы от медиального коленчатого тела, это поле придает смысл слышимым звукам и музыке, и словам, и всему остальному. Ну, отсюда и некие следствия. Ну, такой классический пример, изучаемых всеми неропатологами, это так называемая семантическая фазия. Когда метеософазия связана с восприятием, еще и возникает пространственное отношение, оценка, то есть, предметы и объекты в пространстве человек перестает адекватно воспринимать. Ну, и понимание расположения объектов, их соотношения между собой. Отсюда перекликается сегодняшняя наша тема с тем, что я очень кратко и скромно из-за, скажем так, специфичности публики обсуждал на своей лекции, посвященной съезду каллиграфов. То есть, я не мог остановиться так подробно, как сейчас, на этих височных полях, но смысл такой, что вестибулярные вот эти центры, которые оказываются в общем поле с речевыми ассоциативными зонами, то есть, зоны верники, они крайне важны, поэтому часто по почерку старые нейропатологи определяли, а все ли у человека там хорошо с пространственными отношениями. То есть, когда ребенок пытается научиться красиво писать, когда он напрягается по этому поводу, он запускает не только смысл, не только понимание слов, не только там чистописание красивой буквочки, но он еще стимулирует вот эту самую архаичную систему вестибулярной координации. То есть, он соотносит, развивает связи между предметами и объектами в пространстве, то есть, которыми являются буквы и слова. Таким образом, ценность вот этого чистописания, которое сейчас заменяется тыканьем, ну пусть финны тыкают там свои эти компьютеры, очень хорошо, чем будет меньше грамотных людей у них, и чем больше у нас, тем лучше. А у нас бы надо было, конечно, вести в школах естественно чистописание, и как в старых школах это продлевалось, между прочим, три года. Поэтому князья, они от необычайности высокого интеллекта хорошо писали и красиво и разборчиво, ну, когда писали сами, конечно, они диктовали, от того, что их по три года драли как следует, заставая выводить буквочки. И поэтому введение такой дисциплинирующей системы, которая будет подключать не просто осмысленное написание слов, но и тонкие координационные перестройки мозга, то есть созревание нейронов и связи между ними, конечно, очень ценно, и в школе этого, естественно, не хватает. Но есть и более глубокие, более глубокое единение тайной скрепы мозга, которая связана непосредственно с этими центрами. Дело в том, что и слуховой, и, собственно говоря, вестибулярный центр, они вообще-то даже находятся, входят в мозг вот эти внешние сигналы через восьмой нерв. Это общий нерв, который содержит три компонента, то есть три сенсорных системы. С одной стороны, слух, с другой стороны, рецепторы углового ускорения, это те самые, которые работают, когда мы в лифте поднимаемся или снижаемся, или на машине тормозим и ускоряемся. И рецепторы линейного ускорения, то есть гравиорецепторы, это мы когда топчемся в очереди, в длинный, пытаясь найти пятой точкой точный центр земли и часто находим. Таким образом, глубокая связь слуховой системы и вестибулярной очевидна, а происхождение, соответственно, обратное. Сначала сложная вестибулярная система, которая сложилась еще у низших приматов и на ее базе, у высших приматов и у человека, слуховое понимание речи. А сейчас у нас реклама. Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга». Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Значит, сегодня у нас мы начнем вторую часть часа с интересного раздела, который в прошлый раз у нас не получилось отбить, а сейчас попробуем. Государство и наука чудесно. У нас отбивка прошла, и я в полном восторге могу рассказать о том, что у нас произошло крупное околонаучное событие выборы в Академию наук. У нас в Академию наук выбран директор Института прикладной физики РАН Сергеев. Чем его и поздравляем. Значит, действительно, человек в узких физических кругах достаточно известный, профессиональные физики, которые не под запись, что называется, оценивают его деятельность, говорят о нем хорошо. Он из Новгорода, конечно, печально, что он быстрее всего вынужден будет перебраться сюда, но тем не менее, это реально работающий человек, что я считаю всегда положительно. Особенно хочу порадоваться за сотрудников его института. Наконец-то у вас будет попроще с грантами, вы сможете хоть немножко вздохнуть, начать какие-то эксперименты более-менее масштабные, перестанете думать о хлебе насущном, ну, хотя бы один институт будет работать более-менее прилично. То есть, надо сказать, что это прерогатива членов Академии, да и особенно президентов. Некоторые президенты из прошлого дело доводили до того, что чуть не все дворники становились член-корами, что, конечно, можно тоже порадоваться, поскольку люди все-таки решали какие-то финансовые проблемы. Значит, ну, раз речь зашла о деньгах, придется чуть-чуть на этом остановиться, потому что на самом деле на всю Академию выделяется чуть меньше в год 4 миллиардов рублей. Ну, много это или мало, сейчас вы поймете. Потому что сумма небольшая, и на каждого Академика приходится, в общем-то, небольшие деньги. Где-то в районе 235 тысяч рублей в месяц, это включая коммуналку, там, у кого положены машины, машины, все замечательные обслуживания зданий, все остальное. То есть, конечно, они не покупают химию-реактивы, но на чай с сахаром он тоже нужно. То есть, зарплата, скажем так, чуть повыше, чем у американского разнорабочего, но, тем не менее, даже с учетом всех расходов, намного меньше. Скромные условия, к тому же, самое страшное, Академия наук, в общем-то, имеет очень слабое отношение к науке. Почему? Потому что эти 4 миллиарда, которые выделяют на их содержание, это вообще ни о чем в рамках масштаба страны, но самое главное, они не могут никак практически вмешиваться в распределение остальных 117 миллиардов, которые приходят в фоно. Даже эти крохи, они не в состоянии регулировать. Почему? Ну, потому что сделаны мифические такие, как бы, комиссии, которые перераспределяют эти деньги в научные направления, но эти научные направления тоже должны создаваться внизу, и в конечном решение принимает Федеральное агентство научных организаций. Так что, в общем, академическое сообщество, оно прекрасно, но оно носит такую примерно декоративную функцию, поскольку реальными деньгами, реальные научные проекты, оно не располагает. Собственно говоря, в какой-то степени это мы возвращаемся к старой академии, которая была еще до исторического материализма, то есть до революции, когда академики некий клуб, ну, этот клуб, конечно, великоват, поскольку слишком много народу там в этом клубе клубиться. Здесь надо сказать, что полторы тысячи человек, это многовато для совещания, при царском режиме это было намного меньше, и они, собственно говоря, знали, кто чем занимается, и быстро могли организовать тот или иной проект, который нужен был для государства. То есть, в общем, хорошая функция была, правильная институты, кстати говоря, ну, за исключением там парочки, были в основном частные. После знаменитой истории 905-го года, когда в университеты были отправлены полицейские, городовые, значит, там возникло расхождение в представлениях о развитии образования и науки, и профессура частью ушла из университета частью уехала, кое-какие гастарбайтеры приехали из Киева, о чем до сих пор некоторые научные разделы нашей отечественной науки кают довольно сильно. Но, тем не менее, значит, вот после этих всех историй было такое знаменитое Леденцовское общество, которое создавало научные учреждения, и многие сегодняшние институты Академии наук на самом деле это созданные после этих всех историй Леденцовским обществом, он был богатый человек, миллиардер, и он тратил деньги не на яхты и вертолеты, а создавал науку в этой стране, и создал много институтов, причем таких очень сейчас известных, кому нужно, тот в истории порой ценойдет. Эти институты, собственно говоря, потом были, значит, национализированы, Иосиф Виссарионович после перегона Академии в Москву, значит, эти институты передал в Академию, и академики стали на самом деле чиновниками, которые возглавляли институты, которые передали им владение, то есть возникла такая научная вертикаль, которая в какой-то степени в те времена могла решать какие-то задачи. Сейчас она никакие задачи решать не может, потому что Академия опять оторвана от финансирования. У нее был один вариант когда-то, значит, несколько лет назад это просто избрать президентом господина Ковальчука и решить все свои проблемы. Ну, Академики решили, что они сами могут с усами, ну и вот мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. Это печально. При этом уровень это 4 миллиардов это анекдот на самом деле. Почему? Да потому что если посмотреть на отчет счетной палаты по Сколкову, то выяснится очень странная вещь. Там, например, с 13 по 15 год на это учреждение было потрачено 65,5 миллиардов рублей, то есть очень много. И средняя зарплата, какая замечательная, примерно в 468 тысяч в месяц хотелось бы там поработать, особенно поучить, поскольку в Сколково всего было за эти год 315 студентов, на которых по отчетам счетной палаты было потрачено почти на миллиард больше, чем на всю Академию вместе взятую. То есть 315 студентов плюс 60 преподавателей потратить смогли 4 миллиарда 798 миллионов. То есть на миллиард больше, чем Академия. Так что Академии потерями денег бюджета на Академию можно пренебречь, поскольку 315, то есть 400 человек из Сколково спокойно потребляют эту сумму, особенно не затрудняясь. Ну и конечно образование нельзя особенно за государственный счет нельзя не упомянуть и Массачусетский технологический институт, на который тоже потратили сумму сопоставимую с Академией наук. 4 миллиарда рублей, ну это 94 миллиона долларов. Причем 50 вернул из Сколково, а 44 осела в Массачусетском институте. Интересно, с какими целями и что за дети там учатся. Ну, поскольку журналистских расследований у нас не бывает, я думаю, это риторический вопрос. В этом же Массачусетском институте происходят и научные события. Так звучит панамская утка. Недавно Лаен Янг провела опыты своей группой исследователей, которые работают в Массачусетском технологическом институте и, возможно, освоили наших 44 миллиона долларов. Очень интересное исследование. Она показала, что если студентам показывать фильмы, в которых убийство происходит случайным образом и не случайным образом, разница будет очевидна. То есть, те, которые видят специальное убийство, то есть, запланированное коварным негодяем и продемонстрированное в кино, они, значит, соответственно, возбуждаются больше. Причем, возбуждается горячо любимая нами вестибулярно-слуховая область. Я уж не знаю, почему она возбуждается, потому что там вроде бы есть только ассоциативные слуховые сигналы и вестибулярные, но может быть они так пытаются имитировать некие вестибулярные движения, то есть, у них возбуждается как они именно убивали, но мадам Лаен-Янг считает, что это как раз центр морального содержания поступков. Очень оригинальный ход, который видно, в котором видно острое желание объяснить свою деятельность, которая, кстати говоря, была опубликована в успехах Национальной Академии Американской Наук. Поздравляем группу исследователей, в которой, как говорят злые языки, участвовали и наши студенты. Тем более, судя по всему, учитывая опыта на добровольцах, это неплохо оплачивалось. Еще одна работа, касающаяся нашей сегодняшней темы, это то, что в височной области нашли центр околосмертных переживаний. Это просто бесподобно, поскольку бельгийский невролог в Лежском университете Стивен Лаурейс изучал пациентов, которые попадали в кому. Значит, он использовал сотни пациентов, но, естественно, он изучал их как? Не с помощью наблюдения, а с помощью томографа, как положено в западной сейчас парадигме, и смотрел активность мозга в отключке, то есть, когда человек отключается. Так вот, он тоже поразил научный мир тем, что пришел к выводу, что в вестибулярном слуховом центре опять сохраняется возбуждение уже после отключки. Хочется всегда спросить, а как вот после того, как человек отключили, его качали хотя бы чуть-чуть, то есть, вестибулярные сигналы проходили, нет? Ну, он решил, что тут вестибулярный аппарат ни при чем, а вот околосмертные переживания как раз там-то и локализуются. Поздравляю Стивена Лаурейса он молодец. Но его догнал тут же, естественно, и швейцарские исследователи. Олаф Бланке, значит, он сделал совсем по-другому. Он сделал, вел электроды, там была такая ситуация с открытым мозгом, и увидел, что действительно, если стимулировать с помощью электродов или мощного электромагнитного поля височные области, опять те же самые вестибулярные, то пациентки чувствуют, что они как будто бы парят. То есть, пациент слегка замученный височной областью чувствует, что он парит. Это ложится как раз на сегодняшнюю нашу тему. Там уже действительно вестибулярный аппарат, если таким образом качать, так что он там весь стрясся, а нейроны истерили, то действительно ощущение парения будет. Тут он быстрее всего прав. И за это ему можно дать денег, поскольку он подтвердил, что в зоне височной находится и вестибулярный аппарат. Ну и последнее сегодня блестящее исследование, которое я не могу не отметить, оно просто поразило меня в самое сердце. Это блестящее университетский колледж Лондона показал, что однорукие люди, которые родились уже с одной рукой, она не то, что там у них как-то ее отрезали, или они ее потеряли в травме, нет. родившиеся с одной рукой оказывается меняют представление полностью науки о мозге. То есть, ну, для лондонцев видимо действительно это новость. Что они показали? Что локализация в мозге тех функций, которые должна была выполнять рука, которой нет, они на самом деле присутствуют. То есть, кора мозга, обслуживающая утраченную руку, работает. И работает, причем, довольно хорошо, если человек пытается плечом или как-то там сохранившись фрагментом предплечья выполнять ее функцию. И от этого они были так поражены, что объявили, что они нашли новый закон неврологии. Оказывается, если какая-то область мозга не задействована, там руки нет, или еще что-то в таком духе, то она может все равно сохранять свои функции. Но я только в начале передачи говорил о том, что у дельфинов, у которых обоняние отсутствует, эти штуки, все обонятные бугорок и остальные вторичные центры отлично работают. В этом пластичность мозга использовать то, что есть, если это не используется, для других целей. Ну, с этим открытием лондонцы познакомились на собственном опыте, с чем я их поздравляю, потому что лучше поздно, чем никогда. А так свеженькие данные столетней давности дошли, наконец-то, и до университетского колледжа в Лондоне. Ну, а сейчас, уважаемые слушатели, мы попробуем ответить на некоторые ваши вопросы, которые вы присылаете. Значит, прошу ответить. Да, я вас слушаю, вы в эфире. Добрый день. Да. Спасибо за передачу. А вот вопрос про мозги. Может, вот нам преподаватель в школе объяснял, что настоящий ученый получает зарплату за 8 часов, а думает круглосуточную. Да. А он что, ошибался, или ученые у нас не настоящие попали? А, сейчас расскажу. Значит, так, все понятно, замечательный вопрос. Значит, к сожалению, ученый думает всегда. Понимаете, цифровым способом, то есть, педалопедологически, оценить в баллах работу ученого невозможно. Я могу, отвечаю за себя и за своих сотрудников, результат, который я вижу. Значит, приходится работать всегда. То есть, если вы, просто у вас нет проблемы какой-то срочной, домашней, мозг работает всегда. Это измерить нельзя. У нас нельзя работать по часам. Поэтому, когда я сталкиваюсь с тем, что ученый должен приходить в 9 часов и уходить в 5, меня это начинает просто бесить, потому что это не конвейер, это не закручивание гаек, а кто будет платить ученым за то, что он тратит свое личное время и дома, и в воскресенье, и в субботу, читает бесконечные статьи, которые, кстати говоря, являются его работой. Никогда ничего не оплачивается. Ну, и учитывая уровень нашей оплаты, труда, который у нас составляет следовое количество необходимое, чтобы доехать на метро до работы и оплатить коммуналку, на большее не хватает, есть уже приходится, так сказать, что добудешь. Это я не шучу, потому что оклад, я еще раз говорю, ученого с кандидатской степенью до 30 лет 15,5 тысяч со всеми остальными выплатами редко доходит до 25. У меня 17,1 тысяч, 100 рублей плюс со всеми остальными выплатами я дотягиваю до ползарплаты уборщицы в метро. Естественно, думая о науке регулярно, ты испытываешь некие затруднения. Поэтому, собственно говоря, люди и уезжают в другие страны, потому что заниматься наукой еще при такой окладе, да еще при отсутствии оборудования, химии и расходных материалов, конечно, практически невозможно. Остаются единицы энтузиастов или люди, у которых родители, жены, мужья оказываются людьми состоятельными. Перспектив других у нашей науки нет. Ну, или вот те, которые работают у тех академиков, которым повезло стать президентом, и они получают доступ к государственному финансированию в повышенных масштабах. Поэтому, к сожалению, у нас ученые-то хорошие, просто им жить, простите, не на что. Давайте ответим еще на один вопрос. Я вас слушаю, задавайте. Да-да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Так, у нас не получилось. Давайте другой. Я вас слушаю, вы в эфире. Добрый день. Да-да, я вас слушаю внимательно. Можно задать два вопроса? Один по нынешней теме, а другой по прошлому. Давайте, если получится. По нынешней теме, значит, вот в районе 9-10 лет я получил удар в бесочную область, ну, об угол ударился. Справа, слева? По-моему, слева. Вот. И вот сейчас, допустим, я не вожу автомобиль, потому что я вот правого габарита не чувствую, и левый тоже плохо. Это может быть как-то связано. Сейчас попробую объяснить. Вот то, что вы со стороны, значит, противоположный удар не чувствуете, это закономерно. Но быстрее всего, все давным-давно компенсировалось, потому что в 10-летнем возрасте нейроны образуют очень большое количество связей. В общем, здесь возможности для компенсации довольно высока. Я боюсь, что вы не водите машину по индивидуальным особенностям организации мозга. Я не могу в передаче рассказать всего, но смысл такой, что эти вот поля, о которых я говорил, они очень изменчивы. И у меня есть такая книжка «Изменчивость и гениальность», в которой я говорю, что как раз в височной области эти поля могут в подполях, то есть те, которые еще более дробные единицы, у одних людей эти подполя могут присутствовать, а у других вообще нет. И индивидуальная изменчивость может подбросить вам вот такой нехороший подарок. Вы смотрите, может, вы что-то другое делаете выдающимся способом, потому что если в мозге что-то стало меньше, то соседней области точно больше. Может быть, вы что-то можете другое. Но есть индивидуальные особенности. Еще есть вопрос из телеграмма. Как вы относитесь к ГМО? По нам или это? И почему бегать не очень хорошо? Наши мышцы могут сократиться финальное количество раз. Читайте физиологию. Меня часто обижают, говоря, что я беру это с потолка. Учите физиологию за первый и второй курс мета-институтов. 900 миллионов сокращений. Все. И для сердца, и для всего остального. Поэтому будете нагружать, быстрее кончится ресурс. Нравится вам это, не нравится. А ГМО надо исследовать. Про ГМО два слова скажу. Дело в том, что у нас все-таки нет-нет появляются состоятельные люди, которые хотят, например, узнать, как действует то лекарство или это лекарство, которым им предлагают травить любимую жену или любовницу, или, не дай бог, детей. И они заказывают такие исследования, которые никогда не публикуются, нигде и не будут никогда опубликованы. Это для внутреннего употребления, что называют. Человек потратил кучу денег для того, чтобы узнать просто правду. Могу сказать, что ГМО на сегодняшний день дают двойные результаты. В некоторых случаях это ничего страшного нет, а в некоторых случаях мы не знаем ни отдаленные последствия, ни влияния этих фрагментов ДНК, которые были пересажены и которые неизвестно, как себя ведут. Для этого нужно делать корректные, встречные, слепые исследования. Это денег стоит, а денег зарабатывают на ГМО столько, что люди заплатят тройные деньги, чтобы этих исследований не проводилось. Но это то же самое, как выращивание зубов. Представьте себе, что есть технологии выращивания зубов. Ну, как вы думаете, сколько вы проживете после объявления такой новости? Я думаю, ровное время, чтобы до вас доехал специалист по уничтожению конкурентов, потому что весь многомиллиардный бизнес протезирования зубов рухнет, и вся промышленность. Вот то же самое и с лечением диабета, то же самое с реальными исследованиями ГМО. Это можно делать только тайно за большие деньги под одеялом для небольшой группы заинтересованных людей. По-другому никакой правды никогда вы не получите. Значит, попробуем ответить еще на один вопрос. Дай вас слушаю. Вырослили, да. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. А можно ли какими-либо витаминами, например, рыбий жир нарастить потенциал мозга? Да, все понял. Здоровым образом жизни можно нарастить потенциал мозга, но это не подразумевает, что вы должны бегать, есть средиземноморскую пищу, пол и другую всякую чушь. Значит, здоровый образ жизни имеется в виду в том, что вы должны регулировать нагрузки, заниматься разнообразными видами деятельности, которые будут включать и моторные, и сенсорные, и ассоциативные центры мозга, а никакие стимуляторы вам не помогут. Нужно делать так, чтобы пища содержала все необходимые компоненты. То есть, не надо отказываться от белка, не надо переходить на вегетарианство, нельзя злоупотреблять там одной свининой. Пища должна быть предельно разнообразна, и морские, и беспозвоночные, и морские позвоночные, и поросят, и птички, и все остальное на свете. Все, что едой пахнет, можно есть, но надо разнообразить эту пищу в очень широком диапазоне, особенно с возрастом. Потому что у нас метаболитов, то есть, тех незаменимых аминокислот, становится все меньше и меньше. Витамины, да, в некоторых случаях, когда люди действительно оказались там долгое время лишены каких-то минимальных метаболитов, там особенно старики, которые переходят на кашу и сосиски. Это катастрофа. И действительно, какой-нибудь бабушке, которая сидит на такой диете 2-3-4 года, если дать какие-нибудь витамины, а даже комплексная бабулька, подпрыгивает, главное, чтобы она не умерла от неожиданности и счастья. Вот поэтому витаминами лучше не злоупотреблять, а регулировать нагрузку и разнообразие пищи. Значит, мозг, значит, вопрос от врача Алексей, врач, это как? Мозг же, по-вашему мнению, имеет ограниченный ресурс, потенциал, какой хотите нарастить. Нет, это не ко мне, я считаю, что потенциал нарастить, ну, видимо, имеются возможности, способность к интеллектуальной деятельности, чтобы нарастить такой потенциал, нужно этой самой интеллектуальной деятельностью заниматься, а иначе ничего у вас не получится. Мозг надо тренировать не с помощью кроссвордов и стежков никчемных, хотя это для памяти тоже может пригодиться, если вам запомнить больше нечего, а все-таки попытаться решать какие-то сложные для вашего мозга задачи. Обратите внимание, он не хочет это делать. Так, давайте попробуем ответить еще на один вопрос. Я вас слушаю. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Я попросил бы уточнить такой момент. Вы говорили про размеры полиеверники, которые уменьшаются от приматов совсем примитивных к человеку. К высшим, да? Совершенно верно, вы поняли. Уточнить хочу, расчет ввелся по количеству занятых в процессе клеток или как-то виртуально... Все понял, да. Да-да-да, все понял. Значит, вот этой чушью, которая называется занятые клетки, ни я, ни мои сотрудники, никто из меня, ученых не занимается. Это парадигма западной науки, мы этим не интересуемся. Расчет ввелся количественно подсчетом непосредственно нейронов по границам цитоархетонических полей. А вся эта функциональная ерундистика, она никакого отношения к реальной работе мозга не имеет. Это ввечерательство и надувательство. Я вам про это все время говорю в разделе «Панамские утки». А здесь речь идет об абсолютных размерах реальном числе нейронов, которые являются ключом для человеческих индивидуальных особенностей. На этом до свидания, до следующей недели мы переходим к новостям. «Панамские утки»